всем привет дорогие друзья дорогие подруги здрасте почти бритье это будет видео о том самом топе о котором вы просили но не совсем топ это наверно будет наполовину то что реально входит мой топ это что оставила моей жизни все-таки заметные следы я хотел бы чтобы она была в топе в данный момент у меня этого просто нет так вот об этом я тоже расскажу и вы наверняка увидели что обстановка тут несколько другая все вернулось на свои места и здесь несколько другой так вот это царство моей любимой а это все вернулось потому что видео уже снято не хватает только головы вот так эту голову мы и делаем теперь я понимаю прекрасно что там одна вещь не вошла во все это видео я хотел бы именно здесь и сейчас об этом сказать во всем этом топе нет ни слова о салфетках за это время я поперепробовал салфетки двух компаний это diar harris и от милю любого салфетка ребята и тот и другой продукты достойны достойны и они вполне себе хорошо вам послужат но в то же самое время пришло осознание того что скажем так если вы хотите чтобы у вас было что-то фирменное то да и вполне себе можно брать они оправдают ваши ожидания но другой стороны если вы на эту тему не сильно то заморачиваетесь то ближайшие магазины где много-много всяких полотенец он вас вполне себе может выручить только когда будете там выбирать полотенце будь ласка обратите внимание на то будет ли линять ваше полотенце в будущем если вы покупаете фирменный этот вопрос уже решен а если вы будете проявлять самодеятельность то вам этот вопрос нужно будет обдумать самому вот пожалуй что и вся разница ну а теперь на крупный план и посмотрим что там есть не знаю насколько правомощным будет но я решил все что есть сразу же все показать возможно кому-то это пригодится кому нет ну ребята попали пролистайте мимо механическая составляющая которая принимает участие в газонокосильных делах и прочее 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 panasonic es8163 v dry приобретен в америке много-много лет тому назад в 2002 или 2003 году батарейка родная уже села полностью заряжена 100 процентов хватает на пол раза побриться поэтому бы не брезь им уже давно зато триммер у него отрабатывает на 5 с плюсом чем он собственно и бывает полезен то есть триммером вот этим отработаем сеточка запасная да еще есть принципе тут все живое все нормально работает ну кроме батарейки работает все достаточно годная хорошая интересная машинка заряжается вот на таком постаменте с переходником на 220 с родных для нее 120 в америке недавних пор наверное где-то год назад даже не помню как она мне появилась то ли выиграл то ли подарили дике вот такая вот какая-то интересная штука вначале отнесся к ней достаточно скептически как всему китайскому мы уже собственно привыкли но потом со временем показал свою нужность и в принципе то сейчас регулярно им пользуемся сзади есть триммер сверху вот такая вот ухо не горло ухо-носа инструментарий вот такой который найти вот собственно в принципе работает нормально только там метода такая интересная надо как-то так поступательные движения совершать тогда он будет работать плюс ко всему есть еще из насадок зубная щетка и триммер триммером ни разу не пользовался ребята потому что panasonic закрывает полностью все похотелки но здесь он достаточно бодренький такой тоже можно много чего делать плюс еще вот эта вот насадка родная которая есть она тоже позволяет снимать на 3 по моему и 5 миллиметров заряжается вся эта красота вот на постаменте здесь уже без каких-то ухищрений напрямую 220 вольт идет адаптер с нашей вилкой это не американец и все заряжается рабочий нормальный годный такой машин фаворитом и все это механическое братья является вот этот микро touch который в количестве двух штук был привезен также из америки этот прямой наш мой можно сказать а есть еще изогнутый такой ну розовый серый это мы маме отдали он у нее там что она с ним делать даже не знаю работает замечательно работает все что нужно потом здесь открываете вытаскиваете промываете чистите собираете снова батарейка на родной кстати он проработал достаточно долго порядка на на 2-3 лет только после этого уже стал заменять батарейку в любом магазине есть это как бы тоже не проблема основной фаворит что касается если с ушами или с носом вот эта штука работает очень хорошо ну а ножницы после того как были приобретены вот эти вот финские мы честно сказать забыли то уже обо всем и вот уже сколько порядка 15 лет они на вес верой и правда служат может быть даже уже лет 20 и только совсем недавно если помните распаковка была моим на замену придумали что-то еще потому что вот здесь вот скажется чуть-чуть стала маленечко так разносилась можно конечно положить там чуть-чуть молоточком подстучать но я решил пока этого не делать просто взял еще одни ножницы великолепные это что касается механической части мыло мыло для личной гигиены ребята мыл было много мыл было всяких и мы-то собственно в семье не привереды можем принципе практически всякими пользоваться чат и фаворит это конечно же детская джонсон и джонсон ну а если его нет вот эти остаются всегда к сожалению buy room запахом корицы которые я так люблю это вот икра заморское баклажане последний кусочек остался он у меня на постоянке он выполняет роль сухого шампуня и просто стартапа для хорошего настроения то есть если я уберу в руки настроение поднимается вот так вот на раз-два то есть настолько вот оно мне нравится настолько хорошая это вот и на лепихин делает у нас в городе тюмени запах конечно кошерный каждый раз когда я его ощущаю у меня атлантика перед глазами какие-то пиратские острова там какие-то набеги какие-то вот эти вот американо мексиканские напевы то есть вот что-то он такое дает что же до этого товарища то это у нас пена генератор с японским мылом взяли его тоже достаточно давно наверное лет пять уже назад его преимущество в том что в ашане нет вру в окей в окей по моему кстати он японских магазинах которые торгуют парфюмерии свои там порошками всякой вот этой вот билибардой он тоже частенько попадается так вот у него есть еще запасные пакеты с мылом вот они выручают здорово все что нужно просто запасной туда заливаете нажал и отсюда просто пена вот так вот идет хорошая как антисептик очень хорошо работает я микробы после этого мыло не считал но руки всегда чувствуется великолепно здорово не плюс ко всему даже если у вас грязные руки вы всегда можете воспользоваться потому что нажать даже тыльной стороной на этот дозатор особых проблем не составляет это вот что касается мыло квасцы карандаши и все что с этим связано по перебывала у меня их не так чтобы много но и немало общих позиций я могу насчитать наверно более десятка то что больше всего понравилось могло бы попасть мой топ к сожалению у меня нет отдал хорошим людям у кого-то он сейчас несет своего боевые дежурства и приносит пользу это прораза останавливающие средства жидкий доктор помните гелевый такой с розыгрыша ушел так вот это на мой взгляд самое 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 потому что тот гель тюбик 10 миллилитров это опасная бритва рф предоставила на обзор выдавливаете капельку останавливает практически мгновенно а та кровь которая выступила она каким-то образом там сворачивается пузырится и все это покрывается каким-то комочком и знаете как пробкой сразу же ранка закрывается вот это и впечатлило в отсутствие же проразовского вот этого доктора очень сильно понравился карандаш от clubman тоже предоставил опасная бритва рф чем он так понравился не надо мочить не надо мочить здесь поролоновый аппликатор который вот здесь вот видите да и все что нужно это просто слегка прикоснулись к месту пореза и у вас уже сразу же средство пошло средство вступило как бы знаете но не совсем хорошая скажем такая сторона это то что если вы близко коснетесь то кровь останется и на этом поролончике как-то со временем нужно с этим то ли бороться то ли чистить я вот так вот не понял ну так как это мое средство индивидуальной защиты я сильно голову не ломаю и там где вот моя кровище осталось так вот она пускай будет мне это ничего страшного но работает он конечно же просто замечательно вот эти два карандаша который предоставил опасная бритва рф они выпущены под их же брендом достаточно хороши хороши работают но отрицательная сторона которые в них чувствую они не обладают фактором массового поражения то есть они точно также будут работать точечно а по цене как бы ребята они не три копейки там помоги то по три сотни рублей зато они полностью выполняют свой функционал один посильнее другой послабже если не заморачиваться туда в принципе можно остановить свой выбор и на такой штуке а вот если заморочиться ребята то самое простое конечно же это брать кирпич где его брать опять две стороны заморачиваться не заморачиваться если заморачиваться то вернее не заморачиваться то в той же самой опасной бритве рф или в тех же бритвенных магазинах до которых у вас ваши ручки могут дотянуться а вот если заморочиться то дешевле чем на али вот такой кирпич вы конечно же не возьмете там он стоит буквально копейки вот этот кирпич был куплен наверное где-то порядка может быть 45 лет назад и до сих пор служит верой и правдой он плавленый да совершенно верно смотрите чем со временем это грозит то есть вот такая штука конечно же избежать ее но навряд ли удастся потому что плавленый он все равно будет впитывать влагу и какие-то вот такие вот коростом будет выедать если вы допустим возьмете монолит не плавленые вот из цельного куска то во первых вам это войдется значительно дороже а во вторых но у вас не будет вот такой порнографии которая кстати мне совершенно не мешает в работе зато есть очевидные плюсы таким кирпичом как раз провел разок провел так и все и сразу же все закрыл это не карандаш которым нужно тыкать то есть тут разные сферы применения если вот одна точечка то конечно же можно подумать что тот за это а если у вас пройтись по всему лицу то вот этим махать конечно было бы глупо а тем более вот такой или такой тут уже проще конечно обратиться вот к такому кирпичу кстати по поводу брать плавленый не плавленый ребят единые рекомендации не существует что плавленый что не плавленый будут служить у вас не год не два и не три а достаточно долго но стоимость в плавленом и не плавленом варианте будет конечно же разная если допустим вот плавленый таких размеров может стоить где-то пределах 35 долларов то не плавленый будет где-то ну до 10 баксов то есть тут вы сами уже решаете что он больше интересно что он больше подходит что касается химических свойств и функционала и работы но что плавленый что не плавленый не будут отличаться это одно и то же вещество чаши для бритья самые навороченные пожалуй самые самые крутые которые держал руках это конечно же скаттлы скаттлы и монолитные моноскаттлы и с термосом внутри были английские были израильские были европейские американские были один раз канадский попадался остальное все российское общем числом наверно за 20 где-то уже перевалило но из всего того что это перетрогал по перешупал по переработал сам для себя сделал вывод что наши ничуть не хуже а порой еще даже еще и лучше почему ну наши изобретательные они раньше такого никогда не делали поэтому если хотят что-то сделать они садятся за гугл смотрят где чё как ну и естественно вот так вот коммуниздят потихоньку идеи что-то делают а потом то что на коммуниздили все развивает поэтому вот я не думаю что где-то вот скажем так в америке или где-то там еще можно найти вот такой скаттл у нас в россии можно скаттл хорошая штука но у него есть два существенных минуса это конечно же его стоимость они не дешевые плюс его вес но у него есть и существенный плюс который перешибает наверно все остальное это тот комфорт который он дает для бритья теплая пена поэтому давайте наверно будем переходить к чему-то менее мощному но не менее навороченному это просто чаши перед вами две чаши одна от мужского материка другая от мюлли насколько я знаю обе они фарфоровые чем мне понравилось от мужского материка две вещи которые выделяют эту чашу лично для меня из всего того что я видел это размер и ручка очень очень удобно держать и очень удобно работать все остальное что есть в этой чаше лично для меня это хорошо но второстепенно что это это типа прыжки которые будут помогать генерировать вам пену это загнутые загнутые края которые будут эту пену обратно заворачивать и это сам материал из которого сделана эта чаша это фарфор ну окраска конечно же там несколько видов это уже для меня вторично первично это удобство в работе здесь с этим все в порядке а вот чаша от мюли который предоставил опасная бритва и рэв за что и огромное спасибо ребята это какой-то уникум я таких никогда не встречал ни до ни после и но такую просто знаете но это как ну как как эстетика для души вот что-то вот такое то есть кладешь туда кусочек мыла здесь у тебя тут помазочек ултыхается так раз но сбивал поклал но это знаете это как вот пошли все на под мир подождет ты берешь вот эту чашу и пошел заниматься своими делами вот что-то вот на таком уровне то есть ну и внешне посмотрите сами это конечно же просто прелесть ну не сказать они сегодня это было бы преступлением то есть вот это конечно лично моих глазах бомба даже эта бомба ребята не перешибла того что у меня сейчас на заслуженном отдыхе что сейчас в данный момент каждый раз хранит какие-то хохоряшки и суда все эти сквозь и сбрасываю кирпичики там всякую такую кишкотню и эта чаша пока не востребована но тем не менее она всегда на боевом посту почему за ее простоту за ее неприхотливость несколько лет назад я купил в океи там зависит 230 помоли 250 рублей работает она ничуть не хуже обратите внимание наверное даже где-то повторяются эти чаши в конфигурации это только чуточку побольше это более миниатюрная и более компактная да здесь нет насечек но зато я знаю что я на ней не один год просидел и она меня всегда выручала пена выпускаем на 30 секунд забьется здесь медленнее чем какой-то другой но она все равно забьется и все равно она мне поможет так вот наверно из-за этого я бы поставил ее на первое место среди всех прочих все остальные пускай даже они лучше пускай они красивее пускай не наворочен и пускай они дороже но все остальные это украшательство это ты повышаешь свой комфорт это для тебя любимого а это простое надежная как трех линейка функцилирующая стоит три копейки вот наверно вот из-за этого ну это что касается чаши медленно но верно мы все ближе поднимаемся и подходим к бритью и так парфюм на сегодняшний день у меня больше флаконов чем сейчас здесь лежит но я хотел бы назвать именно те которые у меня больше всего откликов в душе вызывает на сегодняшний день несомненных лидеров у меня три на первом месте это вот эти вот три товарища это диор хом спорт очень интересная очень вкусная очень зачетная жидкость которая настроение делает на раз-два одна беда расход у нее просто космически не успел взять баллон а он уже кончился поэтому ребята если вдруг на что-то подобное соберетесь то конечно же маленький как я вот брать но это расточительство лучше чуть-чуть доплатите возьмите побольше еще одна предыдущая находка которая уже не первый год нашей семье это локситан мистраль это океан это ветер это буйство природы это вылетите над всем все вам пофиг и такой комфорт души развивается что просто но это уму нерастяжимо это замечательная прекрасная вещь когда мы с лариской друг друга долго не видим я знаю что сейчас я иду на остановку и встречать не обязательно возьму этот баллон и побрызгивать потому что я знаю как ей это тоже нравится но делать приятно друг другу это самое интересное самое классное что можно в нашей жизни вещь зачет ну и новинка наша находка которая совершенно нежданно негаданно пришла в нашу семью не ждали но нашли это клинки happy for man вот такой тон коробочки приходит насколько я понимаю швейцарская косметика 10 производства все указано это я не знаю как дословно со швейцарского перевести но у себя дома мы это просто называем счастьем просто счастье ты счастьем побрыгался да а ты да мы вместе все брызгаемся он нам просто нравится это обалденная шикарная вкусная штука и совершенно случайно под новый год она прописалась нашей квартире и никуда уезжать не собирается тоже небольшой баллончик тоже достаточно маленький но смотрите вот начиная с нового года половину мы с него уже вытрясли так что вещь однозначно зачетная на вторую полочку я бы наверно поставил еще одно почему что потому что мне это очень нравится а любимая не так восторженно обо всем этом отзывается то есть это вот это мои хотелки это сандал вот от diar harris который любезно предоставил опасная бритва рф ребята это самый лучший сандал который я пробовал это мое личное мнение ребят потому что наверняка найдутся люди которые лучший сандал находили где-то в другом месте я нашел в этом поэтому с удовольствием об этом и скажу это не сандал это сандалище вот каждая буква в этом слове сандал с большой буквы потому что это запах просто убийственный это для меня это сандал просто самый главный сандал во всем мире вот вкуснее сандала я не пробовал вещь обалденная хорошая вещь вот этот одеколон тендер мес тендер мес ну скажем так он хорош он хорош но он одеколон настроение то есть это не на повседневку это не каждый день это ты скажем так вот у тебя такое сегодня настроение ты можешь подойти и брызнуться им но если у тебя такое сегодня настроение ребята погружение в древесные темы вам просто гарантированно это это запах нелегкий он витать как happy не будет и это знаете этому запах для мужчин это не какой-то него него не секс это настоящий мужской запах причем обалденный лично для меня но к сожалению он не на каждый день присытиться им элементарно то есть вы наедитесь если будете продолжать брызгаться но вам это никакой радости не принесет поэтому необходимо делать делать перерыв и за это время вот сколько он лет у меня вот пол флакона здоровый баллон он сам это все подтверждает есть еще некоторые элементы которых я сейчас к сожалению не могу вам показать но нравится любить я их не перестал и пору по-прежнему продолжаю любить и когда-нибудь они у меня обязательно появятся первое о чем хотел бы сказать это азара хром ребята зачетная обалденная шикарная вещь я от него просто в восторге пищу как таракан если бы он у меня когда-нибудь снова появился это было бы только радостью его поставил от наряду вот с этими ребятами и никуда бы он нафиг не делся вторая вещь которую я хочу назвать это зеленый поло это не путать синим это совсем другая тема зеленый поло это 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 тема это 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 что-то роскошное это что-то вальяжно это что-то самодостаточное это что-то вещь сама себе то есть ей не надо чтобы кто-то не что-то говорил она о себе сама все знает и этого вполне себе достаточно чтобы она существовала в этом мире достаточно безбедно это вещь зеленый поло это вещь вот про синий я так сам для себя сказать к сожалению не могу потому что он уже сколько лет у меня там все еще полфлакона он одеколон настроение а вот зеленый улетает на 1 2 это совсем другое и пожалуй 3 3 который у меня осталось но наверно с юности все никак у меня руки не доходили его найти да и не знаю сейчас можно ли его вообще найти но сейчас получается так что если все сложится то он скоро у меня может появиться это пухом и в сен-лоран это ну вот такая бутылочка ребята это это моя молодость это моя юность это песня это 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 просто шикарный одеколон просто шикарный одеколон это вот все что я могу сказать вам о своем парфюме лизия верхней линии вы можете увидеть лезвия которые вот хоть ночью не разбуди и так короче не думая называй хорошие лезвия которые ты любишь вот это те лезвия которые я готов принимать в любом виде на любом станке под любым соусом потому что это то в чем я уверен из всех вот этих вот лезвий нравятся все абсолютно есть только один маленький маленький пятнышек на солнце это на 89 голове мне зеленая астра не зашла но хуже эти лезвия для меня не стали потому что на всех остальных станках она для меня просто прекрасно а если вдруг скажет ну ладно сегодня хорошее настроение там что еще может добавить какие тебе еще нравится я бы пожалуй добавил бы еще вот эти вот это теле в которых я на сегодняшний день или уже уверен или все еще продолжаю разбираться совсем недавнее приобретение спутник это благодаря вам ребята пацаны там не раз и не два вадима чё за фигня чё ты про спутник ничего не говоришь вот стал спутником разбираться и честно ребят понравились просто понравились а все остальные лезвия уже по разу по два я уже пробовал рапира но это вообще мои старые старые давние знакомые они не попали в первую линию по одной простой причине что я давно уже от них отошел и они оставили себе только былую хорошую память как они сейчас не зайдут это надо по новый пробовать по новой узнавать но в принципе вот что хотел то сказал уже вот первая линия это сто процентов а если будет дозволено 200 процентов тогда еще и вот это пришивая вот мы и добрались до пришивая в самая скажем так неудобная для меня позиция почему потому что как только моей жизни необходим при шефе его могу организовать на раз-два любого масла и любого мыла то есть это для меня не является какой-то проблемой а тут мы говорим о специальных продуктах которые в принципе то являются пред и после бритье если говорить как есть то номером один для меня всегда было наверно пока останется в ближайшее время это красный прораза потому что но я от него просто балдю по полной программе он не дает не знаю что он не дает ну в плане бритья наверное а вот в плане эмоционального когда я бреюсь вот при помощи этой штуки он не дает сатисфакцию на все сто пятьдесят процентов то есть для меня бритье незамеченным в любом случае уже не проходит и в любом случае это будет праздник потому что у этого продукта такой запах от которого я просто в восторге если же говорить про второго товарища которую вы сейчас видите он мне появился благодаря роме из израиля тоже интересная штука но разобраться и в нем пока еще не успел показывает неплохие результаты но это какое-то такое супер пупер масло которое будет мазаться поэтому я сейчас так вот сколько там один-два раза с ним брился пока серьезно за него еще и не брался вполне себе может быть что это супер пупер годный продукт но я пока до этого не допил и он меня ходе хранится в холодильнике с этим нужно разбираться но то что вещь угодно и это скорее всего факт и есть факт потому что если было так себе рома бы слать не стал рома какашки не шлет вот такая какая-то характеристика недавний знакомец который у нас появился на канале от витов честно сказать во первых я его еще не понял а во вторых он все-таки ментоловый а раз уж ментоловый то он сам для себя сам по себе уже для меня падает ниже среднего то есть я к ментоловым вещам отношусь не очень-то было склонно поэтому вот может быть это помешало мне в нем до конца разобраться зато другой стороны есть люди которым ментол нравится и вполне себе вероятно что он для них что-то сыграет вот таким макаром получается вот такая небогатая линейка из пришивов а все чего не хватает я могу сделать сам своими руками из того мыло которым бреюсь из глицерина который могу купить в аптеке из ароматических масел где могу приобрести ровно там же и сделать себе все что нужно по мылом какие-то особые изменения и да и есть и нет первая любовь которая у меня была это l'occitan kd ну ребята она никуда не делась за это время она просто стоит стороночки тихонечко ждет своего часа иногда я подхожу его нюхаю иногда где нибудь чего-нибудь там умудряясь им сделать и не это вполне себе достаточного тот аромат который она все еще продолжает давить спустя годы и вот люди за это срок хранения но вот посмотрите ему уже более трех лет наверное из них полтора два года последняя им практически не пользуюсь потому что мы не до него реально не до него всего остального навала и все еще работоспособная все еще нормально прораза прораза уж тут тоже ребят ничего не изменилось как была первая любовь так вот она и осталась до понимаю что бюджетная до понимаю что масс-медиа до понимаю что круче нему есть 28 100 500 миллионов раз есть ребята есть но когда каждый раз не говорят об этом а вот там рекламируешь говоришь это говорит что ребят ну вы говорить что хотите я-то говорю за себя я говорю то что я чувствую то есть вот каждый раз когда я вот этот вот баллончик открываю да мне пофигу кто там что говорит не пофигу на все вот мне нравится вот от этого я балдею я знаю что она мне дает кошерное обалденное нормальное хорошее бритье красная прораза для меня все как было так и остается видимо здесь есть какая-то составляющая какая-то нотка такая интересная в аромате придумано что она меня цепляет и не оставляет равнодушным это 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 все уже ребята это на всю жизнь тут ничего не изменится хоть еще сто пятьсот всяких разных мыл классных появится это уже все равно останется вот вот такое какое-то предчувствие зеленая зеленая да но хорошая и аромата у него ну чуть-чуть вот чуть-чуть он чуть-чуть совсем децил понижена чем красная стоит и со временем поначалу мне не нравился тот ментол который здесь есть но со временем его просто перестал замечать то есть для меня это такое же хорошее мыло как было и год назад и два года назад и три как тот самый мароккан санс от нами селесов которую я уже отдал другому человеку но который любить от этого я не перестал это по-прежнему для меня обалденная шикарная и просто умопомрачительное мыло потому что когда его только в руки взял но она весь мир мы перевернула то есть она я как окошко в другой мир какой-то открыл вот такое там его бывает для меня что до тех мы у которых здесь нет но пожалуй назвал бы еще овечку хаслингер который тоже здесь нет но который с удовольствием были приписал вот в эту там пятерку семерку десятку что там получится потому что это заслуженное мыло но есть еще одно мыло которое наравне со всем этим можно сюда внести это благодаря дмитрию долбана вот у нас на обзоре появилось несколько шикарных просто обалденных мыл это среди них это ой прошу прощения эстонский это финский финский финские артизаны делают это мыло которое проходит любые проверки любые притязания на вшивость то есть вот здесь процентовка того что какой-то человек приют скажи да ну фиг говно не зашло нет она чрезвычайно 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 мало она стремится к нулю вот как-то так ребята успею сумели сделать это мыло она может вам что-то по запаху не зайти но по своим бритвенным качествам ребята это высший класс это не может не зайти это одно это высшая лига несмотря на вполне себе приемлемую цену это для меня так то есть вот это это вещь это вот вот это ничуть не хуже чем вот это только стоимость у них разная то есть ну точно так же как вот это для меня вот это хотя я понимаю что по бритвенным они совершенно конечно не совершенно чуть-чуть отличаются но тем не менее вот эта вот вещь вещи это обалденная штука точно так же как обалденная штука и еще одна которая у нас появилась на канале благодаря гору шведову это english rose лакши шарен крим от компании от оригинал в уфикс ну вот умеют же делать ребята это не знаю какая там роза английская какая не английская но каждый раз когда открываю вот эту баночку тут такая роза ставить что болен ты больше вопросов не будешь задавать а как пахнет роза вот вот так она пахнет это обалдеть какой запах обалдеть какой крем и собственно это подписалось моей семье до тех пор пока она не кончится потому что есть моей семье человек который не отдаст вот это никому я даже спорить не буду вот хорошая штука и плюс ко всему еще не могу не отметить в ресинку в ресинку которая появилась у нас на канале благодаря алексею шабалину тут много всяких разных часть из них мы с вами уже видели на обзорах часть из них уехала к ребятам на украину к александру со стасом вот как они получат тоже там что-то посмотрят свое мнение вынесут но почему я сейчас хочу об этом сказать наверное потому что я вот эти мыло от ворисина наверное точно также бы внес список своих фаворитов неважно какое место там на первое на 27 или на 3 ребята ворисина это то мыло которое вас никогда не оставит равнодушным это та компания которая не только научилась делать прекрасную формулу в бритья то есть там с пеной со скольжением с долгожительством пены все в порядке все нормально но плюс ко всему люди еще научились работать с запахами они такие бомбические запахи у себя делают что это просто абзац и пофигу какую баночку ты открываешь вот здесь я все поперенюхал и есть те которые мне нравятся больше есть и которые мне нравятся меньше но одна груз печаль ребята и одна тоска они нравятся все вот в чем беда вот чем проблема с одной стороны это конечно замечательно по барабану что вы будете брать все равно угадаете все равно попадете в десятку другая сторона отрицательная это то что вот вас допустим поставят перед выбором дадут 10 вариантов и скажет ну-ка на давай выбери от вы попляшете вот вы поподпрыгиваете то есть тут как бы вот такая вот фигня ну и еще одно мыло не могу не отметить но к сожалению у меня его сейчас нет и она мне очень понравилось выпускалась лимитированной серии делала его и на . наша лепихин она досталась не в деревянной баночке это тот самый запах моей любимой корицы вот она в этом мыло туда впендюрила и когда урмас сделал такой шикарный подгон для нашего канала я не смог устоять чтобы хоть что-то кусочек какого-то интересного вкусного от себя ему не дать ну там много кусочков но в том числе и вот это мыло уехала к урмасу и благодаря тому что он его попробовал я теперь знаю что наши артизаны делают мыло ну ничуть не хуже чем за бугром это касается и ины это касается и светланки деку это вот наших девочек артизанов которые все это делают но вот пока среди артизанов это два человека которых я мог бы поставить на первое место это и на и светлана у светланы с постоянным успехом у ины бывают творческие метания влево вправо но самое главное что человек не сидит на ровно человек двигается вперед до бывают ошибки но ребят ошибок не бывает у того кто ничего не делает она делает и она ищет эти ошибки исправляет и делает все лучше и лучше доказательство посмотрите линейку серию этого года от одних только запахов обалдеете поэтому ребят вот двоих вот этих девчонок я бы еще вот сюда вот в эту кучку бы и добавил станки самая простая и непростая тема простая то что лидеры здесь давным-давно уже определились и обосновались а не простая что она до сих пор еще претерпевают претерпевает некоторые перформации и изменения кто же лидеры как вы наверняка догадались это семейство роквелл в любых их проявлениях если только они начинаются на шестерку если на двойку лично для меня это не интересно потому что там будет первая третья плита и для меня это считаю что станка нет это слишком мягкий те плиты которые использую в этом станке это основном четвертая шестая это то что дает мне комфорт то что дает мне ну ощущение приятного хорошего бритья в чем отличие скажем так дорогой и недорогой версии ребята ни в чем кроме материала есть уже обзор если хотите сходить и посмотрите пожалуйста все остальное совершенно одинаковое я имею ввиду конструктив на из-за материала но разный материал разный вес а в брите это два совершенно одинаковых изделия то есть у вас есть выбор взять что-то подороже если берете из нержавейки или что-то слегка подешевле ну слегка как в два раза слегка примерно так это если говорить за лидера ну это скажем так это лидер на каждый день а если говорить вообще в принципе вот за лидера лидера то наверное ну скажу так не то чтобы это лидер это авторитет вот лично для меня это авторитет это сорок первая голова не из-за того что она самая агрессивная а из-за того что в любом споре в любом деле она всегда придет и поставить точку то есть это тот инструмент который требует определенных навыков это тот инструмент который требует определенной скажем так степени подготовки понимания процесса что ты делаешь и конечно же осторожности для чего все это потому что он взамен дает многое ребята взамен он дает такое фантастически чистое бритье которое просто офигеть наверное я не сильно совру и погрешу против истины что то что вот этот станок да с легкостью и всего того что здесь лежит но придется постараться чтобы достичь еще и не факт что достигнете такой степени бритья где люди которые говорят что сорок первая голова наиболее близко стоит к опаске но я думаю что в чем-то они правы в чем-то они правы и на самом деле так это и есть сорок первая голова это голова в авторитете то есть это та голова которая может дать супер чистое бритье слоновую кость вы получите на раз-два но взамен она потребует профессионалин уважение и понимание сути процесса это ну скажем так вот я все авторитет авторитет вот эта голова вне конкурса вот так я хотел сказать то есть вот она есть и она уже сама по себе это номер один второй такой нет да было в одиннадцатом году да там поменяли ребят я ее не пробовал и то что сейчас на али она продается он по совершенно диким космическим с дуба рухнувшим ценам ребята это пускай они сами разгребают вот то что я пробовал то что вот у меня есть это фантастическая голова она мне чертовски нравится да пускай многие считают что она допустим не так агрессивно как голова одиннадцатого года пускай но также полное людей которые говорят что пикало не так уж далеко ушел от сорок первой головы а есть люди которые говорят да вы чё пикало это вообще между восемьдесят девятый сорок первой то есть сколько людей столько мнений я свое мнение высказал это голова вне конкурса это сорок первая голова 89 так миль пардон это не 89 89 непростая история с этой головой произошла моей жизни это была первая голова которая приобрел это первая голова с которой расстался потом она вернулась опять ко мне откуда вот это все мельтешение было сам для себя это объясняют тем наверно что по общепризнанной таблице который вот мире существует это голова считается средней то есть она средней агрессивности лично для меня она такой не оказалось она была выше средней и значительно наверно вот по этой причине это голова мне не заходила и каково же мое было удивление когда с точно такими же очертаниями с точно с такими же рисунками что ко мне в руки попал другой станок но той агрессивности то и скажем так некоторые неуязвили неудобности для меня он был абсолютно лишён от слова совсем и я под офигел я наверное вот из-за этого набрался наглости и взял этот станок и включил свой топ-5 ребята я делаю акцент это мой топ и те люди которые будут приходить и тут подъехать извиняюсь подсирать что вот там реклама отработала ребята идите подсирайте в другом месте я говорю свое мнение если вы со мной не согласны или не смотрите или просто промолчите или выскажите свое мнение в котором скажете что я не прав но ради ваших тут каких-то вот этих хулительных я не буду тут изгибаться и что-то там говорить это вещь это обалденный стану если это кому-то не нравится ну выйдите аргументируйте вот это я хочу сказать обалденная штука именно поэтому в топе пускай не на первом месте но это станок который вполне себе заслуженно находится в этой компании неважно на каком на четвертом на пятом ли он тут сбоку на лавочке присел но отлично для меня это обалденный хороший станок и впереди него однозначно я наверное даже сразу пустил будет после этих вот гавриков это конечно же прогресс прогресс это заслуженный трактор это заслуженная станка российской или там мировой федерации там назовите как вам удобно потому что это ну это дедушка это дедушка который выничал уже ни одного внучка и запустил мир бритья это станок который работает 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 на его долю достаются всякие испытания в последнее время стали ему там с качеством что-то там он уже сколько человек пять или семь ко мне в вк приходили и говорили вадим что за хрень что за хрень ребята я не знаю что за хрень мне ни одного бракованного еще не попадалось мой работает аки швейцарские часы у меня к нему претензий нет я свой люблю а вот то что вот у вас там вот это было бы конечно интересно и очень плохо если вы попали в такую ситуацию конечно же не забывайте обращаться к официальным дилерам только они вам помогут они смогут решить ваши вопросы но если вы все-таки счастливый обладатель нормального не бракованного станка у которого лезер вставляется ровно и нигде не люфтит и все крутится согласно расписанию без всяких скажем так вот до середины нормально а потом туго вот последнее сообщение которое получил вот ребята тогда вы просто счастливче потому что сам по себе станок бомба просто офигеть любители футура со мной могут не согласиться и я их понимаю потому что ну очень 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 хороший знакомый человек ну я его даже другом считаю он предпочел футур прогрессу и с этим ничего не сделаешь взрослый дядька старем в голове все в порядке а вот говорит вот вот эта вещь и футур ему зашел а у меня наоборот это говорит о чем только о том что мы два взрослых мужика и сердцу не прикажешь вот о чем это говорит футур вещь футур однозначно здесь заслуженно а это ребята ленинград ленинград это прияточка из нашего прошлого это то что делали наши отцы и деды вот такая маленькая пластиковая либо келитовая не на нора все-таки пластиковая игрушка которая когда меня побрила у меня шары на лоб повылазили так она меня побрила я под офигел вот такая вот маленькая интересная зверушка я не знаю почему он здесь ну наверное потому что я хрен его команда это будет маню маню это мой маленький секрет это мой маленький фаворит это мой маленький офигеть станок и я я просто думать не хочу как бы он брил если бы он хотя бы на грамм 30 50 40 был потяжелее а вот со своим весом 20 грамм или сколько там было на испытаниях 15 грамм он мне показал такое маски-шоу что я и подофигел и выпал в осадок так что этот товарищ здесь очень даже заслуженно с моей точки зрения ну а если вдруг если вдруг случилось бы так и так слушай иванов ну ладно это конечно здорово но в принципе то еще чем может сказать ну я бы сказал ребят ну да есть группа поддержки как без неё то без нее вообще никак группа поддержки это наше все и выложил бы вот этих вот красавцев ну все вы их прекрасно знаете в той или равной степени уже многие конечно с ними уже были знакомы ну скажу вам так с каждым из этих много станков уже было ни одно видео все это мы снимали по тем или иным причинам они не так часто появляются в обзорах как хотелось бы но тем не менее хочу сказать что каждый из этих станков ребята он заслуживает внимание это под прямо просто вещь начиная от старенького спорта и до тридцать седьмого вот это все ну со станками тоже разобрались но не совсем не совсем есть у меня еще тут слабая такая надежда что ко мне скоро придет вот такой станок только исправный всего никогда ждаться не могу возможно возможно это будет еще одна маленькая бомба а пока пока ничего вот на эту тему сказать не могу как дождусь уже наконец тогда и будем разговоры говорить по мазками столько всего связано интересного тут ни одну санта-барбару можно написать потому что вот например вот начать с этих ребят это волосик 404 если может 1305 как же мучился как же не спал до утра и там или до середины ночи за искал обзор и сравнения чтобы сделать выбор наконец-то ну какой уже мне взять тот или иной все это было ребята все через это приходил и как же подпрыгивал как же был счастлив когда первый раз брал каждый из этих помазков руки счастью моего не было предела я был просто как найти как как на небеса взлетал но все это было долгие годы назад и за все это время первая любовь она как-то подутихла стала показывать со временем какие-то свои новые стороны новые свои пейзажи которые скажем так ну могут нравиться могут не нравится даже как-то может быть иногда под расстраивать вот за это время успел это тоже под 3 к примеру выясняются новые подробности характера всех этих ребят и получается что да действительно для старта не хотя бы и неплохи но тем не менее под контроль их надо брать обязательно потому что без должного контроля он будет и поджарать и хихомячить и пенку воровать водичку то надо в балансе держать со временем со временем стали появляться другие помазки которые говорили тебе слушай мир то гораздо больше и не обязательно вот так вот усираться с балансом воды того и сего чтобы получить вот какую-то такую фантасмагорическую пену их было много и сейчас все это их конечно же не смогу показать я сегодня лишь покажу покажу помазки которые в душе оставили какой-то след то есть они лично для меня не проходные лично для меня не что-то значит дают какое-то значимое событие какой-то комфорт первый как я хотел бы показать наверно все таки от мюлей серии рока который появился мне благодаря опасной бритве рф потому что когда я увидел этот помазок я выпал в осадок ребята никогда до никогда после ничего более кошерного не видел как он сделан как он красиво оформлен как он фантасмагорически смотрелся и когда я понимал умом что это плюс ко всему еще не некий трансформер где докупая определенную узлы такого же диаметра ты можешь допустим в эту же ручку посадить синтетику или какой-то другой барсук который у тебя есть но естественно только такого диаметра если у тебя шайба вот здесь вот будет то дело даже не в этом я обалдел не тогда когда он на что у него откручивается узел тогда когда его в руку взял и стал работать и я впервые впервые узнал насколько кошерным может быть барсук хотя до этого барсуков то уже пробовал некоторые из них были соплями некоторые из них слишком твердые заслуженно вполне здесь было бы неплохо если бы был базе и 506 манчжурец но его к сожалению нет это наверно очень хороший массажные инструменты барсука а те кто о нем думает но вот этот конечно меня покорил точно также проходят первые впечатления но он до сих пор у меня в душе остался и это один из моих самых-самых любимых помазков он знаете он как дедушка он вот такую позицию занимает то есть вот эти как щенята могут там бегать ара что-то там видеть а этот приходит спокойно все на свои места ставит при всем при том по характеристикам он не самый мощный из того что есть у меня самый мощный товарищ который у меня был очень долгое время это мужской материк вот этот барсучина потому что когда он пришел он нахрен выдавил всех сразу всех расставил по своим местам и сказал ша я говорить буду и говорил очень очень долго для меня это был помазок номер один потому что тот шарик ту воздушную прослойку которую мне давала которым не массировал лицо повторить из того что у меня было больше не мог никто к сожалению не все это чувствует не все понимают совсем недавно мне написал иван чеканков говорит слушай а там он купил с рук у меня ничего такого нету чё за фигня а ну все я понял короче по москве мы мне для меня не чрезвычайно стало интересно что же там такое вам купил то вот мне было бы очень интересно подержать это в руках потому что вот это изделие это м м мужского материка меня конечно же покорила но и не только сам узел ручка хотя не всем она заходит есть люди которые говорят фи да шо я там такие деньги отдал так вот у меня чуанного белеса стала то все 5 10 ну ребят люди заплатили имеют право так думать лично я не готов их судить и говорить плохо это ли хорошо я могу выразить свою точку зрения я скажу что я люблю живое дерево да я понимаю что живого дерева здесь осталось не так уж и много что это дельта древесина и что все таки влагу когда она будет напитывать какой-то вор здесь все равно поднимается но вот то дерево которое ощущаю я могу чувствовать текстуру я ее слышу я ее понимаю и она мне нравится здесь нет ничего такого что разваливалась быть здесь нет ничего такого что в блин слушая щас заново посажу нет здесь такого ребята здесь благородное дерево если она не такой блестючий как было в магазине когда выбрали так извиняйте приз она же работает а нужно на месте то не сидит ну вот я к этому так отношусь и вот этот помазок был долгое долгое время у меня номер один я не орал на каждом повороте об этом у сам для себя я знал это точно это было до ровно до тех самых пор пока не появился блин вот этот терминатор железный титановый который пришел сказал так ребята хоребузить вот он я вот пришел парни ту подушку которую он мне подарил это я просто офигел насколько я понимаю узлы то ли из одной партии то ли еще что тут то есть тут нет какого-то знаете такого что вот этот из этой партии то есть того скорее всего мне просто повезло с узлом если так разбираться то вот этот не так уж сильно отличается от этого но на какой-то децел который я понимаю я чувствую другой может быть и не заметит но вот этот помазок для меня стал номером один и конечно же не ручка тут роль какую-то собирала хотя несомненно конечно же она не может не нравится потому что вот этот вот металл массив когда ты держишь в руке ты понимаешь что это ну собственно помазок то не для мальчиков это для взрослых мужиков то есть ты когда берешь его тоже заранее понимаешь что ты берешь ты берешь железяку титановую настоящую если ты не привык держать такие вещи в руке тут и этого брать никогда не будешь это уже априори не твое а мне нравится мне нравится как он сделан как он работает ну ручка здесь наверно даже все-таки вторично первично первично узел хотя за ручку ребята могу сказать ручка бомбическая лично мне она нравится синтетика мир синтетики для меня открыла мюлли в лице опасной бритвы рф когда они прислали дорожный помазок ребята вот я наверное где-то полвечера ходил и сам себе подходил трогал и думал блин неужели слушать точно прислали мне это ничего не кажется может открывать а птицкий мираж там ли еще чего-нибудь такое потому что я никак не мог поверить что вот это вот это чудо вот эту прелесть вот эту лялечку я держу руках это это не инструмент ребята это какая-то волшебная палочка которая позволяет вам в принципе меняет реальность вот это та синтетика упругости в которой столько что я в других синтетиках ее столько не видел само по себе качество в ней такое что я в других синтетиках такого качества не видел здесь материал другой совершенно другой он здесь иной здесь вот этот колонок он он сродни натуральному Здесь даже такое ощущение, что вот по расцветке это вроде как барсук, а на самом-то деле такое ощущение, что это знаете какую-то зверюгу сюда вот засадили. Здесь барсучиного вообще ничего нет, он слишком упруго ласковый для этого. Здесь такой колонок, что барсуки таким сроду никогда не обладают, это только априори, это все у синтетики. Но здесь такая упругость, что все остальные просто рядом не стояли. Я не видел синтетик перед этим, я не видел синтетик после этого с такой же упругостью, как мюлли дорожный. И каждый раз, когда у меня спрашивают, Вадим, а вот я вот думаю, какую синтетику взять, вот эту или вот эту, ребята. Ну, я пытаюсь объяснить, что это нельзя сравнивать, это из разных миров, это роскошь с обалденными качествами. А это хорошая, нормальная, с нормальными качествами вещь, но вы никогда не сможете назвать ее роскошью. Ну, что это за роскошь, там, за 15 баксов? Это просто рабочий инструмент. Так вы сами для себя определитесь, что вам надо. Если вы хотите роскошь, которая будет у вас хорошим инструментом, тогда вам надо идти сюда. А если вам нужен просто хороший годный инструмент, тогда берите что-то попроще. То есть, это разное. Повторюсь еще раз, такой синтетики, как у мюлли, нет больше ни у кого. Нет, может быть, она и есть, просто я ее не видел. Вот все эти синтетики, которые у меня были, они на это не похожи совершенно. Это уникум. За что опасной бритвы РФ отдельное спасибо, потому что, если бы я сам своими руками это не потрогал, да и фиг бы поверил, что такое может быть в принципе. Поэтому этот помазок, он, во-первых, здесь заслуженно, а во-вторых, он занимает совершенно особенное место. И к синтетикам его, ребят, ну не надо при это самое притягивать. Потому что все остальные синтетики, даже очень хорошие, они другие, совершенно другие. И первый из такой синтетики я познакомился с синтетикой от мужского материка. Синтетика великолепная. Чувствуется, что поработали не только над барсуками, но и над синтетической серией. Потому что вот этот помазок, он сам по себе настолько чудесен. Начиная от ручки, заканчивая кончиком хвоста, что его в принципе-то выпускать из рук не хочет. А это какой-то боровичок. Вот, взял и иди в путь, иди работай. И по своим качествам он... Да я бы его тоже, наверное, на какую-то особенную полочку поставил. Хотя к этому уже подобраться легче. Потому что он, ну, как-то по материалу он все-таки ближе к китайским, чем вот этот вот. Я не знаю, может быть здесь тоже что-то китайское. Я тут экспертиз никаких не проводил, я не знаю, откуда этот ворс. Но вот тут сказать китайское, мне язык не поворачивается. Вот просто, от слова совсем. А вот тут, ну, я бы, пожалуй, что мог. Потому что, в принципе-то, я же вижу какие-то аналогии, да, проводить же могу. Мозги-то тоже иногда работают. Ну, пускай не часто, но бывает такое. То есть вот, ну, очень-очень-очень хороший помазок. Этот у меня тоже заслуженный. Кстати, у меня его уже вывели из моего обращения. Это уже давным-давно не мой. Это другого человека, который живет в нашей семье. Имени которого я не могу называть, мне запретили. Но это уже все. Это уже поставили на другой баланс. И за что мне сказали огромное спасибо. Это ушло туда же, куда и Old Original от Егора Шведова. Помните, он говорил про розовый крем? Вот туда вот все и ушло. Синтетика. Ну, раз уже с синтетикой поговорили. Ребят, вот этот помазок я бы сюда не стал включать. Он здесь просто как пример. Я вам хочу сказать, что синтетика от Яйки и синтетика от Диэс Косметик, которая сейчас массово присутствует на канале. Ребята, там очень много хороших и достойных помазков. И вы можете поступить двумя разными способами. Первый. Это просто посмотреть обзоры и сделать для себя выводы. Или просто писать в комментариях. Вадим, а вот как ты считаешь? Вот из того, что ты попробовал. А я вас буду отсылать к обзорам. Потому что то, что я считаю, я уже сказал в обзорах. То есть, вот два варианта на свой выбор. Выберите и посмотрите. Найти можете запросто. Что же я хочу сказать. Синтетика от Яйки. Синтетика от Диэс Косметик. Это та синтетика, которую вы вполне себе легко можете встретить в Европе, в Америке. Но за другую цену. Ну и несколько видоизмененными там ручками, там чем-то еще. Потому что вот из всех тех помазков, которые вот от этих двух компаний я прогнал, ну может быть один-два были в таком состоянии и так себя повели, чтобы так, знаете, ну фиг его знает. Но я не знаю. Но не было даже ни одного такого помазка. Помните, как Омега за 6 долларов? Синтетика. Но недорогая синтетика. Вот такого я вот что-то вот ни у Яков, ни у Диэс Косметик еще не встретил. То есть, вот настолько в моих глазах достаточно неплох уровень у этих двух компаний. Ну а что говорить о сегодняшних кабанов? Ребят, вот на мой взгляд есть компания, которая называется Омега. Если вы хотите что-то серьезное, если вы хотите что-то монументально качественное, долгое и не за большие деньги из кабанчика, ребята, вам надо сходить в Омегу. Там вы это сто пудово найдете. Ну вот сами посудите, вот этот монстр 6-7 евро. Да о чем тут вообще говорить? Да не о чем совершенно. Вам нужен кабан, знаете. Вот он. Он вас ждет. А по размеру узла, ну вот сравните, например. Насколько мне память не изменяет? Симош 13.05 где-то в районе 13-13.5 евро, да? Ну а этот 6-7 евро. Ну вот, посмотрите. Вот такие они разные. Понятно, что у них и свойства разные. Этот, скажем так, он больше будет обволакивать вас во время работы, а этот будет больше удары ставить. То есть у него стерженюк, это сами посмотрите какая. Но это, ребята, вы уже сами смотрите, кто что ищет. Кому побольше массажа, кому так массаж рассеянный. Поэтому выбирать-то, конечно же, вам. Но сам факт сопоставления цен, этот в два раза дороже, чем этот, ну, на мой взгляд, тоже говорит о многом. А компанию Омега, ну, как бы она известна давно и не первый день, и зарекомендовала себя уже достаточно хорошо. Так что за нее уже что говорить. За нее, ее помазки давно уже сказали. Ну, это что касается помазков. Автошейвы. Но прежде чем начну про автошейвы, хотел бы сказать еще одну вещь, ребят. Если бы вдруг кто-то из вас спросил, слушай, за помазки вторую линию там у тебя какая-нибудь есть, что-нибудь там, можешь что-нибудь сказать? Ребят, я бы, наверное, предложил барсуков. Тех самых китайских барсуков, которых вы уже видели. Это от Яки и от Диэс Косметик. Потому что в моем понимании это недорогой, но за свои деньги достаточно качественный продукт, который вам послужит точно так же, как и все остальное. Это, скажем так, за свои деньги, ну, сколько там, 30 баксов, 1800 рублей, это очень-очень хорошее приобретение. Скажем так, за эти же деньги, где-то в Европе или в Америке, вы подобного барсука не возьмете. А то, что вы возьмете за эти деньги в Европе и в Америке, не факт, что оно будет такого качества. Это вот второй эшелон. Ну, и наши автошейвы. Тут, ребята, я вас ничем не удивлю. Это тот самый Флойд синенький, который сейчас фиг, где достанешь. А если достанешь, то он будет стоить, как космолет или крыло от Боинга. Веледо. Очень интересный, очень с необычным запахом, нетривиальным. И там прям, ну, прям обалдеть, какой запах. Ну, и, конечно же, красавчик Old Spice Musg, который ни в Европе, ни в Америке нигде не продается, а продается только на Али и в Индии. Запах совершенно неповторимый. Тоже никому не отдам. Тоже хочу, чтобы он был у меня. Но кроме этих трех, здесь нет еще парочки, которые я бы очень хотел, чтобы у меня были. Но, к сожалению, у меня их в данный момент нет. Это Fine Platinum. Очень уважаю. Запах просто бомбический. Если вы когда-нибудь... Будет у вас возможность его взять? Ребята, берите, даже не думайте. Это попадание в десятку 99,9. Ну, и еще один запах, на этот раз поближе, наш европейский, это Latoha Autoshave Lotion Spray. Блин, ребята, как же мне этот запах нравится. Но это мои личные хотелки. Вот об этом я вам и рассказал о завершении. И вам хотел рассказать еще об одной вещи, которая не была на обзоре, но которую я уже обсмотрел со всех сторон. Уже что туда только не запихивал, что туда не складывал. И, блин, ну так она мне нравится. Ребята, почему именно сейчас? Уничтожи, сумяшися. Я могу сказать, что, пожалуй, это, наверное, самый лучший органайзер для бритвенных принадлежностей, если бы я куда-то собрался в дорогу. Потому что сюда входит, ребята... Ну, сколько входит, я вам сейчас покажу. А вначале зацените качество. Во-первых, это мебельная кожа. Посмотрите, как интересно сделано. За запах вам ничего говорить не буду, потому что те, кто любит кожу, вы нос отсюда не высунете, будете ходить и вынюхивать. Вот как садишься в новую машину, вы знаете, вот запах новой машины, который наполовину там с кожей, наполовину с новым пластиком. Так вот, из запаха новой машины вычтите пластик, останется только запах новой кожи. Ну, типа вы там Subaru купили, или Lexus, или Mercedes. Вот, вот этот вот запах. Молния. Мне понравились вот эти зубцы, что они такие взрослые. Не какая-то там пластиковая мишура, а взрослые, хорошие, такие, серьезные. Мне нравится. Строчка. Строчка понравилась везде. И снаружи, и внутри. То есть, сделано все так, скажем так, ну, по-взрослому, типа как, ну, производство какое-то, что ли, что-то вот типа такого. Ну, эта блямбочка здесь, конечно же, к месту. А все изделие полностью приводит, ну, яркий образец, что если хотят, то России умеют делать. Ну, а по поводу того, сколько сюда влезет, ну, вот та же самая чаша, например, вот так легко встанет сюда бочком. А сколько вы сюда еще сможете напиндюрить, ну, это уже только вам, конечно же, решать. Так, стоять мы, Ручка. То есть, входит вполне себе прилично. Вот в своем личном топе я бы, пожалуй, еще вот эту вот штуку бы порекомендовал. Ну, на этом, пожалуй, что и все. Давайте уже прощаться. И так я всех, сверх всякой меры задержал ваше внимание. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай ему Бог здоровья. И пускай у вас всегда, всегда все будет хорошо. Пока-пока. С вами был я Вадим. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова